Вот так вот, уже богом забытая Death Profit. Ну, как забытая? На этом турнире забытая. Она везде забытая уже. Она просто частенько сидит в банах, но в пике, не знаю, не хотят её брать. Её настолько не хотят отдавать. Её и брать никто не хочет, но и отдавать впадло. Поэтому её в баны постоянно и кидают. Ну что же, Амнинайт отправляется опять в бан. Мы видим, что Амника против ВП Повар банят. И сегодня у нас он один раз был пикнут, дважды уже забанят. Какая-то внезапная активность. Не часто мы такое видим. Ну что ж. Четвёртый пик. Четвёртый бан, извините. У одной и второй команды. Интересно то, что да, вот Амника убрали. Всё-таки тоже пытаются подстраиваться. А не банить каких-то шаблонных персонажей. Там показывают полярных медвежонков, которые 0-1 проигрывают. И которые очень не хотят отправиться в Лузера, чтобы ещё раз там доказывать свою состоятельность. Да, конечно, конечно. Потом больше матчей играешь. Ещё там мало ли где-то отлетишь случайно. Ну, вообще идеальный расклад, конечно, это если обе команды у нас пройдут. Ну да, то есть она сейчас упадёт, потом выиграет в том финале. Но будет ли так, мы не знаем. Ну вот пока что продолжают показывать нам игроков. Там такая летающая камера. Она просто летает. Она на... На квадрокоптере? На квадрокоптере, да. То есть на дрону. Не да, но зашёл я в такой магаз. Да. Просто захожу, а там типа машины, самолёты, вертолёты, квадрокоптеры на радиоуправлении. Причём, ну, начиная от таких более-менее базовых, там, ну, в разумных пределах цен и просто какие-то заоблачные. Там самолёт, на него можно просто кошку прицепить и улететь с ней куда-то. Другу подруга на день рождения, вот Егору, который комитет, подарила дрона этого радиоуправляемого. Он уже там всю студию ревил, но им разбомбил этим, но он очень крутой. Так я же о чём говорю? Я просто сам люблю такие, да, штуки. Так кто не любит, блин, вертолёт на радиоуправлении? У меня Стасян обожает вообще. У меня Стасян обожает. У меня дома вертолёт на радиоуправлении. Так поэтому Стасяну надо срочно купить вертолёт на радиоуправлении. Так у него есть вертолёт. А у тебя уже есть. Ему подарили на... Кто ездил больше, ты на нём или он? Не, ну так он же плохо им управляет. Поэтому он мне просто его приносит, типа, па, на, типа, вверх, давай. Давай, ты полетел. Да, ну я, типа, полетаю, он там бегает, веселится, ему нравится. Но машину, кстати, на радиоуправлении он уже сам водит. О, нормально, нормально. Да, ну такой шустряк, я его быстро научил. Шустряк, шустряк. Эншн Топаришн? Против, да, да, отлично. Ну, типа, и дазл, и всякий вот это, накрывать всю эту хрень. Реально неплохой, потому что его, скорее всего, забанят. Вот его реально уберут. Не, я согласен, это очень хороший пик. Ну, в принципе, под битрайдера тоже более-менее подходит. И кулд фит, и когда ты утаскиваешь врага, обычно за ним стягивается вся команда, то есть можно кидать неплохо вульту туда. Ну, мне кажется, неплохой пик должен быть здесь, Эншн Топаришн. Ну, и вот подумывают сейчас Полары на тем, чтобы взять, может быть, сразу же взять Мидера, если у них есть какой-то конкретный план. Ну, я думаю, да, я думаю, все-таки решение с Топаришн было бы здесь покруче. Ну, неплохим оно было, определенно. Мне кажется, аппарат тут действительно бы хорошо заехал. Ну, ладно, а что может быть УВП, если у них Элдер Титан? А куда у них пойдет Элдер Титан? Там будет Суппорт или все-таки Оффлейнер? Что у нас сегодня были и те, и те вроде бы. Ну, и стоит всего 30 секунд у ФНГ. Давай, Артемка! Для того, чтобы пикнуть аппарата. Пикай Рейс Кинга! Короче, мы в прошлый раз сидели, сказали за 2 секунды, нужен Скайросмаг. Он через минуту пикнул. А может, они сейчас не догадаются до аппарата? Ну, вот оно сейчас... Рейс Кинг, суппорт, давай. Суппорт Рейс Кинг? Будь нестандартный. Это Темплар Ассасин. То есть, все-таки сначала мидер. Почему именно Темплар Ассасин? Ну, потому что Темплар Ассасин Деспрофит не ощутит. Со своими спиритами, ну, типа, рефракшн очень быстро слетать будет. Да. В чем, собственно, основная задумка? Нет, на линии она будет хорошо стоять. На линии, да, на линии Темпларка, Деспрофит. Деспрофит будет много, типа, дэмэджа тратить с руки. Там, Криптсформы особо не позбиваешь, но ульт. Ульт, ульт, ульт. Ульт сбивает быстро. Да, от ульта ты никак не вернешься, да, и... Ну, там, скушаешься, там, сколько, 5 атак. Остальные 25 в тебя залетят. Четвертый пик ВП. Ну, если бы знать, куда отправляется Элдер Титан, то можно было бы рассуждать на тему героев. Если говорить о керри, тут тоже пока ничего непонятно. Пока у нас есть среди вариантов и та же Луна, например. И кто у нас там еще есть? Тот же Гирокоптер, например. Лайфстилер. Ну, не знаю. Не, мне тут Лайфстилер вообще не нравится. Он против Темпларки. Не очень силен. Гирокоптер более-менее неплохо. Да, Гирокоптер хорош. Легионка сначала в оффлейн. И оставят Абвиртузпро на закуску. Самым последним пиком мейн керри своего. Я тебе скажу больше. На Легионке может играть и БЗЗ. Он играл на ней неоднократно. Керри Легионка? Керри Легионка, да. По-моему, такая себе идея. По ситуации, скажем. Вообще, Легионка герой отличный. В ту же Темпларку прыгать, мы сами понимаем, что это то, что надо. Не, ну, хороший дизейбл в первую очередь. Тоже такой неплохой, я бы сказал, дизейбл. Потому что есть свои сильные стороны, есть свои слабые стороны. Подобные ульты. Но, тем не менее, герой действительно хороший. Так, забанили Джакира. Что, последиба? Да вот бан Джакира мне непонятен. То есть, неужели они тоже думают, что Легионка это мейн керри, а осталось оффлейнера добрать? Нет, просто могли вообще отправить Легионку в оффлейн, ДП фармить, а Джакира в мид против Темпларки поставить. То есть, такой тоже мог быть вариант. Например. Да, кстати, он бы на нее горел довольно приятно. Да, ну, просто была мода когда-то брать просто Джакира против Темпларки. Темпларку Джакира. Опять взяли, опять Джакира. Или Виномансер. И вот все. То есть, сразу до свидания. Ну, вот полары. Зевс банен? Зевс. Забанили Зевса. Да, да, да. Вот, смотри, забанили Зевса. И по-прежнему остается вот тот же Вапаришн, про которого мы говорили еще на прошлом пике. Ну, и что же. Появится он, не появится. Рубики не вариант. Сэнд Кинг. Ну, типа он норм и не норм. Ну, короче, пойдет. Норм и не норм. Да. Ну, то есть, я не вижу тут каких-то супер офигенных комбин с ним, но с другой стороны... Ух ты, нифига себе! А вот это мне совсем непонятно. Зачем было вот это сделано, я абсолютно не догоняю. А что он вообще будет делать? Где логика в этом пике? Я не знаю. Я абсолютно... Я же говорю, я не понимаю, зачем он нужен. Абсолютно не понимаю, зачем он здесь нужен. Тут даже, ну... Тут даже ману заливать тупо некому. Ману вообще некому заливать, да. Реально, ману некому заливать. Монолик тоже тут особо кидать не на кого. Все. Блайн и Клайд. Здрасте. Раз в пять минут бросить на кого-то. Да, да, да. Что-то пере... Усердствовали, мне кажется, ребята. Да, действительно, по-моему... Да, то есть на линии он может кому-то мешать и будет, но во время замеса я вообще не понимаю его роли. И опять фантомка. Опять БЗЗ на фантомке. Да, все-таки Легионку решили отправить в этот раз в сложную. Фух, ну что? По-моему, Полары эту игру проиграют. Мне тоже кажется. Если бы я сейчас делал ставку, я бы точно не поставил на Полярных Медведей. Сто процентов. Я тебя поддерживаю целиком полностью, потому что я абсолютно не понимаю, как это должно работать. С другой стороны, то, что там я этого не понимаю, не говорит, что это плохая связка. Но мы поглядим, как это будет работать и будет ли это работать в принципе. То есть, вот основная задумка, в чем заключается. Что эти герои должны делать? ФНГ у нас играет на Котле. Фобос на Темпларке. На Асларке играет, конечно же, Иллидан. На Лил на Скайросмаге. И в сложную побежал Маг на Бетрайде. Что там, я не знаю. Курьер? У ФНГ с автографом Ласта просто курьер. Нормально. Фанаты. Детектед. Нормально. Ну, только что-то... С автографом Ласта это дело такое. Ты сейчас, с прошлого же Интернешнла получается? Нет, с этого. Наверное. Не, ну это, походу, он вообще просто вставлен сюда, потому что, ну, нельзя было такого курьера с автографом сделать. Просто был вставлен. Ну, а как? Можно разве отсоединить было от шмотки этот? Ну, конечно. У меня вот мои там валяются, и не знаю, куда их девать. Подпиши что-то. Я себе курьера подписал, и бегаю с ним. Круть. Золотой думлинг, подписанный сам собой, просто, ну... Невозможно себя любить еще больше. Он же у тебя и выпал же тогда, этот, с твоей же этой. Ну, да. Ну, так. Так вот, поэтому же я спрашиваю, он же выпадает сразу подписанный или нет? Так, правильно, но это курьер, он не из сундука. Да, это типа по коду. Вроде бы. Да, 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 да. Вроде бы, да. Вроде бы не мог выпасть октапус. Ну, что, Седой пошел в сложную, будет стоять здесь против Лила, который уже готов его харасить. Ну, в миде вы знаете, кто против кого. Это опять-таки год против Фобоса. И опять у Фобоса такой довольно интересный герой. Там у него был Виномайнсер на прошлой карте, сейчас ему придется стоять на Темпларке. Посмотрим, как Фобос Миддет стоит. Сможет ли он года правильно расхорашивать и постоянно заставлять его там, не знаю, регениться, банку таскать какую-то, что-то такое? Не, ну, банки-то таскать, конечно, будут. Просто разница в рейнже достаточно серьезная у этих героев. Должна быть, да, там 600, точнее, атаки у ДП и 140 атаки у Темпларки. То есть, по сути, милишный герой. Да, там у него сейчас будут Сиблейдс, которые там немножко должны увеличить этот самый рейндж. Но он не настолько сильно растет, чтобы заставить года нервничать. Поэтому год, вот мы видим, он очень много времени уделяет именно пробитию рефракшена. Ну да, то есть, понятно. В любом случае, мы видим, что у года на данный момент 5-1, у Фобоса 5-2. То есть, пока начали ровненько. Дальше, я думаю, так они ровно и будут идти. Правда, с левелом года будет проще становиться. Потому что, если будет он попадать с вормами, то будет все очень хорошо. Будет заставлять Фобос куда-то бегать. Но Фобос уже с банкой, он уже один раз банку даже обузнул. Поэтому он фуловый. В то время как у года половина хапай, половина маны. Правда, реген имеется. Он его не тратил. А вот внизу только что едва-едва седой ушел живой. И тут все так и должно быть. Слушай, а маг на топе решил против триплы фрак сделать. А, да? Четыре стака и маг. Магу очень больно, а жжет, но там крипы-то как нахарасили. Маг сейчас бы еще на развороте. Firefly врубает и пошел, пошел. Маг, мы видим, перенял привычку от Bon7. Потому что именно Bon7 первый начал так делать. То есть, с двумя рингов протекшенами идти на линию. Посмотри, какая тут встреча, встреча! Маг забирает реген, но от него толку никакого нет. Он, кстати, может сейчас убить Дазла на самом-то деле. Да, он на-регенился совсем чуть-чуть, и этого бы хватило ему. То есть, он на-регенился реально там себе буквально 80 хп. Он на пару точек подрегенил. Просто он не захотел, видимо, идти гореть, там как-то рисковать. Ладно, тоже, в принципе, понятно, что будет пытаться играть Севова. Там еще хил был, то есть, в итоге, могло это все печально закончиться. Но в любом случае. Итак, 14.5 в миде темп ларка, 12.4 манша, 9.5 БЗЗ. Что-то начинает БЗЗ не лучшим образом. Ну, он разгонится, это мы знаем. Да, это пока не особо-то и важно. Причем он без топорика стоит под вышкой. Под вышкой очень сложно без топорика добивать героев. Особенно если куча крипов. Если просто вышка бьет, то ты, ну, знаешь, какие там, скажем, тайминги. Там раз надо ударить или два надо ударить предварительно. А если еще и крипы ходят, то там достаточно сложно подрассчитать. Особенно на начальных уровнях, как бы, у тебя мало атаки. Понятно. 18.8 тем временем у Иллидана. Ну, то есть пока все стандартно. Пока все абсолютно так же, как и было в прошлой игре. Сначала игры пассивнейшие, терпильнейшие. Команды ждут друг от друга каких-то новостей. Суппорты не делают толком ничего. Ну, правда, Жоттон там с магом пару раз встретился, скажем так, в грубой форме пообщался. Но, ну, все равно это не то. Это не супер-экшен. Экшеном это назвать нельзя. Ну, там, я смотрю, сейчас гоняют, продолжают гонять Седова. Скаймаг там попал, правда, еще под раздачу немного. Маны залили. А вот для чего он был взят. Чтобы заливать в ману Скаймагу. И чтобы тот харасил. Как тебе? Класс? Класс? Блин, я думаю, во всех пабах страны это не будет. Да, 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 да. Мне тоже кажется, что это должно быть. Нет, не будет. Это отстой. Я до сих пор не понимаю, почему Полары взяли этого героя. Или он, что он тут будет? Или иллюминейтом он будет леса фармить? Он в любом случае будет иллюминейтом леса фармить. Он больше ничего не может делать. Да, но пока, да. Пока он левел 2. И он абсолютно не стоит. Но понятное дело, что ВП Полар гонгать или что-либо такое делать они не могут вообще. У них Коттл и Скаймаг. Кого ты будешь гонгать? Ну, с Котлом можно, например, гонгать вот этого голема грязевого леса. Да, да, вот его они гонгают. Маг, понятное дело, тоже будет, в принципе, бесполезным до момента приобретения даггера. Даггер он, конечно, купит. Но это будет минута, я думаю, 13-14. То есть, в ближайшее время ничего не будет происходить. Да, да, да. Там, в свою очередь, будет Фантомка набирать артефакты. Там будет у нас Легионочка пытаться себе даггер, ПТ-даггер нафармить. Там будет Death Profit фармить. Короче, удачи тебе. Я пойду, посмотрю, что там в Хардстоуне происходит. Да, давай, посмотри, расскажи всем. Я говорю, что тут собаки. Собаки-барабаки. Тут действительно собаки-барабаки. И собаки-барабаки только что едва заовнили. Да, вы посматриваете также параллельные стримы по Хардстоуну, КС. Смотреть к тебе в экран. Это же круто. Мульти-киберспортивные, мульти-дисциплинные турниры. Вот, вот, вот. Всегда мне нравились. Такие, как DreamHack. Разные там ВЦГ, которые уже не существуют. Ну, да ладно, это прикольно. Потому что они продались. Продались, да. И провели турнир под названием ВЦА, от которого я чуть не сгорел. А, вот тот самый? Вот тот самый, да. Я понял, да. Где первая в истории Доты ничья была зафиксирована в 100 минут на матч. Да, помню, помню. Там еще помню эти фоточки Келли скидывала. Типа, вот мы сидим с ребятами, фанимся. И сидит просто там 10 человек. И ничего не делают в игре. Нормально. Нет, ну это было очень весело, действительно. Безудержное веселье. Или дан 39 на 18, имея тем временем, Крипстат. И мог бы уже купить себе давно ПТ. Ну, либо ему падла терять секунду времени, либо же он действительно сразу будет покупать даггер. Как-то по этой игре это не имеет смысла. Да, Мидас будет это. Какой-то даггер. Ты что, там... А Мидас? Да, обязательно Мидас. Сейчас одним кликом Мидас себе купит и все. Потому что даггер тут ему нафиг не нужен. Никого не убьет вообще. Ну, в принципе, да, логично. Ему команда никак не поможет. Так что, да, должен быть, наверное, это Хендов Мидас сейчас. От Иллидана. Сейчас и будет, скорее всего. Посмотрим. Четвертый дайвл, кстати, седой. Давай, Иллидан. Иллидан, скажи нам, что ты купишь? Пока Иллидан ничего не покупает. Я уже просто чувствую запах Мидаса. Ну, появится, я думаю, скоро. А в легкой линии, тем временем, Илл, мы видим, пришел помочь БЗЗ. Ну, помочь в плане Испу, поличить. По-другому он помочь, конечно, никак не может. Потому что не с чем помогать. Ну, и БЗЗ спокойно себе дальше стоит фармить. А БЗЗ есть ПТ-шка, есть щиток. И имеется также Орбов Венома. Год у нас Лес параллельно также подфармливает. Не только Мид. Жотм, пока нету года, вышел в Мид получить немного экспы. Ну, и Фобос тут БРАССР, ПТ, Мэджик Вонт. Ну, такая небольшая ротация героев на карте происходит. Но, по сути, все занимаются тем же, чем мы и занимались до этого. Ничего не происходит. Да, ничего не происходит. Все фармят Крипочков. Очень увлекательное занятие. Или происходит ничего. Происходит ничего, это лучше характеризует. Антроязычное, стоявшееся выражение. Происходит ничего. Пишут, смотри, Бэтрайдер прыгает, тянет, на цель вешают печать от Скаймага. Задувка от котла, много урона. Подсказываю, берете ту же Лину, урона в 500 тысяч раз больше, чем от котла. Берете Лиона, урона в 500 тысяч раз больше, чем от котла. Нет, пусть берут. Это хорошая идея. Пусть берут люди. Ну, это очень крутая комбинация. Берите, берите. Так и будет. Монолик на Баншу, чтобы не бегала с ультой. Нахрена ей Мана? Кто может мне сказать? Кто мне объяснит, зачем Банша Мана после того, как она нажала ульт? Это первое. Ну, и Мак зарабатывает Форсблат, убивая Жотма. Такое. Мы смотрели не на этот момент, но вот Форсблат произошел здесь. В любом случае, два фрага почти одновременно произошло. Оба сделали ВП Полар. Да, кстати, меня зациклил этот вопрос про Баншу и Монолик. Я прям что-то завис. Я просто смотрю, ну типа, хорошо, Банша нажала ульт. Зачем ей бегать вообще? Кинула Сайленд. Ну, стой. Ну, она будет стоять, бить. Окей. Короче, это... Не важно. Да, на самом деле достаточно... Вот, смотри, КВМ. Читаю его последний твит. Минуту назад. Чем больше я играю в пабов, тем больше меня отвращает... Ну, не комьюнити, а, типа, игроки в пабе Дота 2. И игра сама по себе так же перестает нравиться. Вот, я не знаю, уже все игроки, у всех, наверное, высчитает... Горит, горит. Горит очаг. Так, то есть, что должно произойти, чтобы до Вольво наконец дошло, чтобы онлайн упал там процентов на 30, я не знаю. Ну, он-то растет, в том-то и дело, понимаешь? Так, он растет, да. Потому что, вот, идут игры, ну, люди, которым, в принципе, по барабану, которые, ну, они получают удовольствие просто от нажатия клавиш, там, я не знаю, в Марио. Ну, в Марио я, на самом деле, больше удовольствия получаю, чем в Доте. Ну, это однозначно. Да, да. Ну, я не знаю, с чем сравнить. Ну, с Лолом я не могу сравнивать, потому что это... Не совсем коррект. Да, да, да. Ну, короче, я думаю, вы поняли. То есть, которым лишь бы что-то понажимать. И те люди, которые уже достаточно долго играют, которые уже просто, ну, долбались от одних и тех же проблем в этой игре. Так, ну что же, Сидой, тем временем, с Лилом зарезался, 6-й левел у Сидова, и не может он бросить дуэль. Там, тем временем, в другой части карты сгорели у нас Элдер Титана, сгорел его маг. Но я надеялся, что все-таки Сидой успеет бросить дуэль и в итоге не показал вам там убийство Элдер Титана. Неважно. 3-0. Virtus.pro Polar скрипали уже 3 фрага, а у ВП фрагов пока нету. У ВП есть... Есть фарм. У двоих героев. Фарм есть везде. Ну, типа, да. Ну, опа, на Сидова, Сайленс, и... Успевает. Успевает Сидой все-таки сделать тэп-аут. Что-то, кстати, у него, да, действительно, уже есть. Дальше не набрал пока. Ну, вот смотри, появляется 6-й левел у Легион Командерки. Что от этого меняется? Нифига. Нифига, потому что под Легионку, например, нет второго героя. Ну, это может быть Мартретка, которая будет прыгать, да, бить. Там, допустим, в мид-гейме, переходящем в лейт и в лейте. Но на данном этапе Легионка, она просто есть. Да. Классно? Ну, типа, действительно, абсолютно без... Вот, а как, например, тебе... То есть, ты понимаешь, что одна команда взяла котла, а вторая вот Легионку, которая есть. И в итоге у нас получил... Как паровозик, который смог, а это Легионка, которая есть. Да, паровозик, который смог, а тут, да, тут Легионка, которая есть. И, ну, и, собственно, а что в Легионке будет... Нет, ну, от Легионки будет толк там в дальнейшем, когда надо будет поймать Сварка, допустим, его убить, да, или кого-то другого. Окей, про котла мы уже разговаривали, это просто бесполезный кусок. Ну, вот она, Легионка, и спасает ее Дазл, очень хорошо, но Иллидан, неужели не пойдет? Нет, не пошел, Иллидан, потому что Дазл очень жестко подсейвил. Да, там еще и баф ведь висел, поэтому... И Магу надо уходить отсюда, Маг пытается улететь, БЗЗ за ним, и будет ли БЗЗ бежать, Маг и ТПУ, все нормально. Да, никто никого не убил, заставили с ТП-62х, но и сейчас по-прежнему 3-0. Ну, и у Мага Даггер, у Мага Даггер, вот то, что я говорил в самом начале, что, да, появится у Мага Даггер, пойдет какая-то активность. Ну, просто во время обычного замеса ВП, который Classic Boys, они в теории должны быть, не знаю, в 100-500 тысяч раз посильнее, как по мне. Должны. Потому что под Сларка тоже особо никого нету, нанести большое количество демеджа большому количеству героев, ну, даже если их не добивая, так, чтобы Сларк потом подобивал, тоже такой ситуации я пока не могу наблюдать. То есть вот, ну, не знаю, как это будет работать, вот абсолютно не знаю. Там, правда, Седуха сейчас забегает на топ, будет сейчас дуэлянтить Бэтрайдера, наверное. Давай, дуэлянти его, дуэлянти его полностью. И пошел дуэлянтить, и задуэлянтил. Правда, Седуха сейчас тоже умрет, скорее всего, да. И Бэтрайдер выигрывает дуэль, правда, сам погибает при этом. Но спасли годом. Тут очень интересная такая погоня была, она нереально долго. Ой, Коттл там сдул все-таки года в лесах, то есть это 2 в 3. Ну и 6-2 был под пола впереди. За годом гнались, гнался там, конечно, Маг просто очень-очень далеко, и в итоге мы видим, что Маг доволен, у него плюс 10 дэмэджа, Маг в восторге. На Бэтрайдере-то, да? Да. Как это серьезно решает? Да, так, че ты, пссс, ты че, это же плюс 10. У меня обычно в команде есть легионка, которая считает своим долгом дать каждому из игроков противника хотя бы по 20-30 атаки. Ну, так, типа, по чуть-чуть, чтобы не обидно было, видимо, всем и каждому. Плюс самые крутые легионки, это те, которые дуэли дают только-только на фижиным сларкам. Больше никого. Прыгаешь на сларка, дуэль. Или на мартретку. Проиграла, или на мартретку. Потом еще, 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 еще. Причем, главное, без бафов, без блейдмейла просто пришел и дуэль. По-пацански, на разы. А то вот эти бафы, бафские вот эти вот игры. Да, это как-то, да, ну, действительно, это не культурно. Конечно, конечно. Как минимум. У нас продолжается игра. Счет 6 на 2 на данный момент. ВП Полар ведут на 14-й минуте матча. Ну, и тем временем, мы видим, Virtus.pro классический на топе забирает первую для себя вышку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Год и сейвит его. Дазл. Год, конечно, тут наполучал серьезно. Сейчас закончится у него экзорцизм. Это его выхилит, понятное дело, так что можно не париться. Уходит. Сюда попали. Основная цель выполнена. Тауэр упал. Дальше можно уходить. Скайросмак 0-1-0. 23 на 7. У него крипстат. Ну, и в миде у нас, мы видим, только что был Фобос. И вот тут же отогнали. У Фобоса, кстати, уже собралось 2-500 денег. У него есть ПТ. Внизу легионочку тут пока убивают. У нас Сидуха там еле живой уходит, но ее догоняет Сларк. И он выживет. Он выживет. Сларк. Сларк догоняет. Что? Ну, там голуби полетели, поэтому умрет сейчас все-таки Сидуха. Еще и Сларк блинканулся, добил. Так что норма получилась. Опять-таки, у Сларка 2-0-1. У Сларка Даггер, у Сларка ПТ, у Сларка... Ну, вот видишь, Сларк купил Даггер все-таки. Как мужик, а не как Мидос. Хотя я вот был на 200 тысяч процентов уверен, что это будет Мидос. Фобос там просто раскрошил на молекулы Жотма и на топе. А на топе улетает отсюда ПНГ. И Тавр в миде забирает ВПП. Неплохо они начали. Они намного лучше начали эту игру. 8-2 у них. У Фобоса 8 тысяч Нетворса. В то время как у Банши 5-700, то есть Темпларка. Сейчас будет очень опасно. Просто что Фобос будет покупать? Он уже купил. Это Демонедж. То есть это МКБ сразу. Ну, в принципе, решение, возможно, будет и верное. Потому что уже вроде бы, кроме просто Темпларки, еще есть и Сларк, который, если вдруг у Темпларки что-то пойдет не так, сможет добить. Ну, а ее задача будет дать пару увесистых плюшечек. Так вот, мы с тобой на стадии драфта говорили, типа, ой, что-то у Полоров тут совсем все очень плохо. Ну, вот, видимо, Virtus.pro Classic тоже так подумали и чересчур расслабились. Потому что они уже проигрывают 3500. Они вот реально не делают ничего. Их этот Бэтрайдер зашугал, что они стоят на линии под вышкой и никуда не вылазят. Ну, и то есть получается так, что год один раз там по назначению слетал, да, то есть слетал, забрал тавр и так далее. Все остальное, то, что происходит, это что-то непонятное. Вот Сларк просто стоит, фармит, например, Крипочков Седова. Сларк. И уйдет он. А, кстати, да, уйдет. Паунд, блин, все, побежал. И вив. Вот офигительный вив. И что делать теперь-то? Армор, что делать? Алярм, дейнджер, дейнджер. Никто не бьют, но минус армор. Но и год сейчас встрянет на нижней линии. Да, залетает Лил. Конкассив. Сайленс. Первая плюшка. Главное добраться Фобосу до него. И минус год, вот так вот. Не, ну, это за... Я не знаю, что... Вот в Virtus.pro они просто как будто АФК стоят. То есть вот такие вот вив, непонятно куда, год понимают, что его начинают пить через 5 секунд. Потому что они хотят третью карту, чтобы было интереснее. Минус седой. И минус дазл. 1-2. Ну, вот серьезно, я... Полный трэш какой-то происходит. Да, просто вп идут и умирает. А Virtus.pro повар, понятное дело, пользуется этим на 100%. На топе там Сларк забирает вышку. Вот прыгнула на него Мартретка. Критули вот только что не довела Мартретка. Это так к сведению подсветочка пошла, да. Ага, ага, ага. И спокойно отсюда уходит. Ну, а снизу Тавр должны забрать. У Фобоса МКБ уже почти есть. Вот сейчас донесет себе. 17-я минута у товарища. ПТ, барабаны, МКБ. Сильно. Неплохо. Я бы ливал. Агистичный творца. Я бы с такого уже просто ливал. Ну, там 550 гпм, да. Это очень сложно, что это Тапларка, а не какой-нибудь Алхимик с монеткой. Это действительно много. Он сейчас Фантомку будет убивать из-под Мелда. Просто вот он выходит из-под Мелда. Да, вот так вот. Циньк. И все. До свидания, Фантом Ассасин. Да, не знаю, что происходит с Виртузами, но вот смотришь на этих героев и прям глаз дергаться начинает. Ну, что им сейчас делать? Им, наверное, ждать, пока БЗЗ станет более-менее... Бойцом? Бойцом, да. Боец Бакы. Ждать, пока БЗЗ сможет вырезать. Ну, как? Так, Бэтрайдер, тем не менее, снизу цепляет еще раз года. Уй-юй-юй-юй-юй-юй. Да, вот. Welcome to the Dota 2. Да, эту игру Виртуз Про Полар выиграют и выиграют ее... Ее проиграют ВП. Да, ее проиграют ВП, да. Они ходят и умирают по одному. Это тотальный бред. Причем ВП Полар, по сути, они играют вчетвером. Ну, то есть, как бы, Котлаеву нету, то есть, ну, его просто нету, забейте на него. Герой не существует. Он где-то там бегает, что-то фармит, но его по большому счету реально нет. Ни одной драки не было. Ну, у него два фрага, один азист, но это не важно. Вообще по барабану. Он их сделал не потому, что он котал, он их сделал просто потому, что... А, они Мидасы решили купить. Лил купил Мидас на Скоросмаге. Ну, хорошо. Такое, короче, сейчас уже издеваются. Там просто фантомки, помимо Манкикинбара, уже почти 2000 на руках. То есть, вот основной, наверное, момент, а не сам, как бы, МКВ. Да, надо добирать какую-то Яшу, чтобы быстрее бегать и идти просто на... нащелкивать по лицу. Да, Яшу, это хорошая идея. Тут вот нападают на Жотма. Что там, сильно помогло? Я хочу сейчас посмотреть на этот, на Fight Recap. Мне интересно, сколько дэмэджа вписали. Не, мне на самом деле интересно... 3068 дэмэджа вписали, чтобы убить Жотма, которого 500 хп. Мне было интересно, а почему телепорта не было? Он сделал, он сбил. Он начал делать телепорта, ему сбили сразу же. Он начал улетать, и ему Сларк тут же сбил. То есть, все правильно делал Жотма, по сути. Но он бы не улетел, кстати. В смысле, а чем ему Сларк сбил? Не знаю, но ему Сларк сбил. Или он себе отменил? Ну, там, типа, МКБ. Ну, да, мини-баш. Наверное, или Сларк, или... Ну, я не знаю. Ну, МКБ, МКБ вроде прокнуло. Может быть, МКБ прокнуло. Вполне возможно. Да, я что-то тоже подзатупил. Я просто вспомнил все эти моменты с изменениями у Снайпера. И такой, так, погоди, мини-баш. Думаю, на МКБ вроде бы... Сбивает, не сбивает. Да, 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 да. Типа, сбивает, не сбивает. Но вот... Бывает. Ну, что, в миде Седой, по-моему, сейчас погибнет. Ну, тут решил Йола сначала Фобос убить. Два удара. Седой тоже, понятное дело, сейчас погибнет. У него блинк отсутствует. И минус Седой. Ну, тут просто, хотя... Ну, будет ходить и убивать себе ВП Полар, пока им это не надоест. И это факт. А, он через БКБ не пробивает, точно. Что, МКБ? Да, да, да. Типа, не сбивает ТП, если БКБ, то не сбивает. Я вот поэтому что-то и подзавис. Я не знаю, наверное, пора пойти поспать. А у нас всего лишь еще 9 часов трансляции. Да, это только четвертая игра дня, если что, из 11. Твою мать. Куда я попал? Не знаю, не знаю. Ну, нормально, нормально. Мы-то вот сейчас кто-то из этих команд там выиграет и поможет нам. Ну, в смысле кто-то тут выиграет? Фобос. Не, я имею в виду серию. А, в серии самой? И врывается Бэтрайдер, цепляет года. Фобос разобрался с БЗЗ, правда, БЗЗ по-прежнему еще жив. Ну, сейчас Фобос его развернется, добьет. Ну, или не Фобос. А Бэтрайдер там один в три дерется просто. Да, Бэтрайдер там воин света. Он гоняет здесь действительно трех героев. И вот, вот, вот еще 18-2. Это все происходило без Сларка. Да, то есть Сларк был где-то на топе. Они 4 в 5, даже не 4 в 5, не по сути там 2 в 5, но что котла тоже не было. Они выигрывают Драку 2 в 0. Очень жестокое сейчас, конечно, отставание у ВП. Да, это даже отставанием нельзя назвать. Просто, ребята, не формирует. Там двукратный почти перевес. Посмотри, 23 тысячи на 42. Да. То есть, ну, хорошо. У Фантомка еще выглядит как бы по-божески более-менее, потому что у нее хотя бы Баттл Фьюри есть. И какие-то там задумки на Блэкинг Бар. Ну, мы только что видели, как она пыталась кого-то убить. Да, я видел. Вот я вижу Дазла, например, с 7 уровня. Нет, в том-то и дело. Что она просто пыталась. Вот у Дазла, например, уровень 7. Даже вот берешь Фантомку, у нее уровень 12. А у Тэмп Ларки почему-то 16 уровень. Ну, Дазл сейчас погибает с одного удара с Мэлдан. Элдер Титан, наверное, нет. Но Дазл точно погибает. Ну, Дазл это 100% погибает. Да вот Сларк еще вгрызся в Седова. Но Седой успел улететь на топе, на базу. Ну, Сларк отсюда, кстати, никуда не уходит. Он себе нафармил там Майавскади уже или Дан. И будет дальше себе по линии идти. Ну, или может подтянется к тиммейтам. А по товарам дэмэджи-то, конечно, есть. Чего же нету? Там БКБ у Фобоса. Ну, теперь ему вообще никто ничего не сделает. Они его в пятером не убьют. Ну, хотя под ультимейтом большие. Если как-то повезет. Нет, тут еще Виртуса могут как-то поймать в дуэльку мощного Типаса с Триком. Вот была в чем задумка с Котлом. Смотри, он стоит и задувает на Рошана. Ха-а-а. И его сейчас убьют за это. Вот, вот в чем была задумка с Котлом. Да, да, да. Фидит ним. Ладно, мы Котла... Команда выигрывает 18-3, а у нас какие-то претензии к ней. Ну, то, что команда играет 4-5, это да. Котел фидит. Понимаешь, у ребят было 2 фрага, стало 3. Это в полтора раза больше, чем было. Да, да, да. То есть это фид. Тотальный фид. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо. Еще пальчиком погрозить. Ну, ВП этим временем забирает Т1 снизу. Ну, и на них пока нападать никто не хочет, но это был размен, потому что там Т2 в миде так же упал. Или да, он уже даже возле Т3 гуляет. Здесь пошла драка. Год, минус. Моментальный прыгает БЗЗ. Тут же Форстаф уходит отсюда маг. И БЗЗ только даггер даст. А, еще и прыгает за магом и может забрать. Отлично. Да ладно, он с этой скалы, что он кинул в него саблей, я не знаю. Да, он бросил даггер и допрыгнул. Ну, тут так. Кот, взглядом не улетает тоже. Седой. Седой не может победить тем временем Ястреба. И... Ух! Я бы не прошел. Наши зарубежные друзья так же примерно отреагировали. Да, я вот просто смотрю и понимаю, Легионка не может победить Ястреба. Ты понимаешь вообще? Да, да. Вдуматься. В пвп вручную просто. В рукопашечку. В рукопашечку Ястреб еще чуть не навалял. Причем у него ведь даже не фулл хп было. Прикинь, если бы Ястреб навалял. Так у него догон был, он мог. А у него догон? Да. Ага. Просто печать догон. Кстати, да, печать догон это ж неплохо. Ну, это больно. Там Сларк тем временем еще кого-то убил, но это неважно, короче. За Сларком погоня, а он уходит. Говорит, да че ты ху... А ну, БЗЗ не круто. А вот с Фобосом уже норм. Сейчас Фобос пришел, говорит, че, бро, сюда. Привет. Год пол хп, Сидой пол хп с 3. Просто побежал. Говорит, да что вы тут все разбегаетесь. Стойте. Опа, вот он монолик. И Год ультует. И Год погибает. Но, правда, еще нет. Не, ну там же шел у Грейв. Так, где Фобос? Смотри. А Элидан-то погиб. Сидой погибает. Фобосу нужен Блинк, чтобы добираться быстро. Там вот Год пытался уйти, его добрал Маг. Ну и тут, ну понятно, короче, все. Да я думаю, тут вообще, в принципе, можно уже не продолжать смотреть, потому что тут... Не, ну, команды пока не ливают, не пишут ГГ, но да. Тут вот после этой смерти уже надо уходить, наверное, из игры и переходить на третью решающую карту. БЗЗ байбеки, будут пытаться убить Фобоса. Просветку дали. Фобос, Ит Паут. Ох ты! Минус Год Лайк. Байбек окупил. А сколько крит там? 6-3-3 вылетел вроде бы в БЗЗ? Мне показалось. Я тоже как-то не обратил особо внимания. 6-3-3. Было бы прикольно. БЗЗ... Такой сигнатурный крит. Сигнатурочка. Да-да-да. Не, у него не мог там 850. А, или это он просто два уровня поймал за Фантом. Наверное. Потому что да. Маг уходит отсюда. Не поймали его. Опять-таки уже шесть фрагов у ВП. За прошлую драку они ничего не потеряли. А сейчас еще и приобретут Рошана. Убили Сларка. Убили Фобоса. Заработали огромное количество денег. И теперь проигрывают... Всего лишь 20 тысяч золота. Ну, почти закамбетчили. Не, ну, стороны они вроде бы еще не потеряли. То есть, да, отчаиваться рано, скажем. Вроде да. О, Коттл при ТПшел Мага. И решили без Фобоса подраться. Сларк пытался зарезать Жотман. Не смог. В Сайлентсе Сларк сейчас погибнет. Сларк просто погибает. Ай, ай. Вот так вот. Да, вот минус Сларк, например, смотри. Я смотрю, там Коттл. Вот, мне нравится. Идет драка и Коттл. И туда побежал. И туда. И там помог. Пользу приносит. Минус Маг. А ВП Полларта сейчас просто начали лютейшим образом фидить. Еульчик. Минус Коттл. Минус Коттл. Коттл. Хотя там пришла сейчас, пришла ДК Фобос. Да, Фобос пришел. Сейчас порядок будет наводить. У тебя нож залетел. И же еще три фракшен на ТК-Коле. Критулечки уже у него есть. Ну, слушай, вот смотришь вай 3к, ты понимаешь, что тут-то еще 3000 с копейками. И Фантомка за один замес. Фантомка за замес зарабатывает почти 2000 золота. То есть, любая сейчас смерть, она... Вот, просто почти башер заработал себе за драку. Ну, а эта драка ты не назовешь. Они просто бежали и умирали. Куда они пошли без Фобоса, я не понимаю. Странные немножко ребята. Седова Фурион ломает бараки, пока ты во флишь. Это статуя? Да, статуя на Фуриона. Неплохо. Ну, так и есть. Ломает бараки, пока ты во флишь, да. Все, тут все реально очень правильно написано. Что дальше? Дальше Сларк. Дальше Сларк, который собирает себе... Что, тоже МКБ или башерочек? Не знаю, узнаем скоро там в лесах. Встречи тем временем имеются. И Фобос дерется против троих. Фобос! И ты смотри! Ты седой такой. И дуэлька, дуэлька. Первая на 10 хп. Действительно, первая дуэлька. И причем убили Фобоса, у которого только что был Гадлайк. У него был 1 с 0. Уже 1 с 2. За него почти с половиной тысячи команда получила, я тебе так скажу. Жоттон пытается уйти. Погибает. Бзз или дан. Пвп. Ну, БКБшечка прожата, поэтому не получится его убить просто так. А вот БЗЗ сможет убить просто так. Ага, еще раз. Юлы, Юлы. Год пришел. Ну и минус маг. Да, да, да. Башек. Ребята, уже 29.11. ВП начинает делать камбэк. Они уже 7 тысяч отыграли, если что. Ну, почти 7. Вот. Вот, по XP уже 10 тысяч. Кстати, крит был фирменный. Да, крит действительно был 6.33, да? БЗЗ, да. Круто. Ретвитни это. Бляд, то, что надо. То, с чего начался камбэк. Да. Ну, пока еще камбэка как такового нет, но ребята возвращаются реально в игру потихоньку. Они вот уже на графике, как видно, отыграли 7 тысяч голды. Отыграли половину опыта. Это 12-13 тысяч опыта. Сейчас заберут еще один Т1 Тавер. И год уже начинает наглеть. 17 левел у года. Года есть госпектор. Он прекрасно теперь выживает. Если надо. А ВП Полар потеряли очень много. Но они сейчас очень сильно просили по инициативе. То есть, их, во-первых, скажем, окатили такой водичкой ледяной, что, мол, ребята, вы давайте булки не расслабляйте. Да, но нет, по-прежнему они впереди, конечно. Они сильно впереди, но вот они дают шанс. Они дают шанс Фантомке собрать безумно дивные три артефакта. Это БКБ, Абиссал Блейд и Сатаник. Потому что БКБ и Абиссал Блейд уже, считай, готовы. И, скорее всего, там Сатаник уже будет на подходе. Вот он, Абиссал Блейд. Да, дальше-дальше будет выходить Сатаник, да. И все. И вот что ты ей будешь делать? Она на тебя просто прыгает и... А, ну БСЗ сейчас умрет. Сейчас ее поймают, скорее всего. Хотя нормально, нормально, нормально. Все, спалили. И еще в ответку даггер по Фобосу. Полетел Бэтрайдер. На кого будет лететь Бэтрайдер? Ой-ой-ой-ой. Минус Фобос моментально. Без Фобоса драться нельзя. Маг уебает. Как его развалило. Там такие два критуля просто только что залетело. И котел на том же месте. Смотри, ровно на том же месте. В прошлый раз. Дядя, иди сюда. Сейчас будет критулька. Минус 3. Без потерь. ВП переворачивает эту игру. Что мы там про ГГ говорили, я помню. Мы там уже сидели там, поцелов сранили. Да, ты уже в Хардстоун ушел. Я уже ушел в Хардстоун, да. Что тут смотреть, тут уже, да. Ливайте, и то побыстрее. Вот это жесть. Так, Сларк, тем временем пытается цепануть Йола. Йол, станчиком не попал. И Сларк. Ну, там еще Йол есть у Йола, поэтому он, скорее всего, выживет. Ну, есть ГОС. И Йол подымает ветра. Тут же ГОД. Сайленс надо. Еще одни ветра. Ждут, пока... Кайтят, просто кайтят. Да, тянут время. Действительно, его сейчас еще один станчик. Ах, не попадают по Эллидану. Но тут задувочка. Вот эта подсветка с Астрал Спирита, она просто люто мешает сейчас Эллидану регениться. И он даже Шадоу Дэнс был вынужден только что поражать. Не, ну он бы умер. А там Фатомка уже рядышком. Смотри, ножик. Бежать! Бежать! Илья! Есть! Ушел! Или не ушел. Там же укробы просто. Мув спит. Бешеный Идаюл. Поднимай, это будет Сайленс. Ииии, БЗЗ. Это минус. Вот это жесть. За ним гнались в пятером. И, кстати, они в пятером на нижней линии сейчас могут пойти Т2 забрать. Они будут идти забирать Т2. Коттл купил... Похер, конечно. Коттл. Абсолютно не важно, что. Коттл. Тут, короче, если это будет камбэк, это будет один из самых жестких камбэков, которые я когда-либо видел. Ну что, чтобы настолько... С такого дна поднялись, ребята. Типа 20 тысяч. Там мало того, что 20 тысяч. Все, эксплот играли. Да, и деньги, считай, играли. Там преимущество, казалось бы, уже... О, 12 тысяч золота. Но когда у ребят был двукратный перевес по голде, у одних было 20, там, 2 тысячи, у других было 44, это было намного страшнее. Сейчас это 47 на 57. Они сейчас составят еще и байбэкаться или Дана. Потому что глифа нет, они на Т3 пойдут. Ну там 20 секунд. У больших есть ульты, а почему бы не пойти? Еще не настолько сильно в себя поверили. Тем более две стороны запушенные. Да, да, да. Так, ну, БЗЗ 3 тысячи имеет. А это значит что? Правильно, что на подходе Сатаник. Да, Доминатор или Ривер сейчас сразу купит сходу и все. И вот пишешь, что 3 линии надо откушать. Кто это рисует нас на карте? Это Гот рисует. Или это... Я думаю, что это Элитан. Это Сларк, скорее всего, Элитан. БЗЗ, БКБшечку нажал, Абисал на Мага. Правда, там темпларочка. Темпларка очень сильно попадает. БЗЗ решает убегать. И правильное решение, очень своевременное. Но его ловят. Его ловят. И БЗЗ умрет здесь, скорее всего, да. Погибает сейчас Фантом Ассасин. Ну и тут Фобос должен еще... А, нет, нет. Больше никого, ничего никому не должен. Йол, стрел. Йол, ветра. Йол, даже Титан, кстати, что-то не захотел кастовать. Весьма странное поведение от Элдера Титана. Ну, да ладно, Фантомки у нее на байбэк есть. Это... И надо ее разводить, делать этот самый байбэк. Обязательно надо разводить. Она уже сейчас должна делать и не разводиться там на ХП у Таура, а именно делать, потому что ребята все равно пойдут, скорее всего. Ну, там есть Глиф еще как бы... Ну и 30 секунд дал особый Трайдера. Да, возможно, стоит все-таки потерпеть 30 секунд. Как-то маломальски там год задефает, я думаю. Да, Год должен тут задефить. Но Элдер Титан, вот они два байбэка, седой на Фобоса. Пошел ультимейт Года, Фобос погибает. Очередная победа. Очень быстро сожрали Темпларгу. Ну, он один стоял, все духи в него залетели, нет одного крипа. А что команда не поддержала? Почему никто там... Потому что, потому что. Сларк не прыгнул, например, там, хоть бы какой-то шорох навел. Какой был план у ВП Полар? Непонятно. Ой-ой-ой-ой, неужели Мага поймают? Маг успевает сделать блинкаут. Там уже ветра были на готове, Маг тут форстафами как угодно бежит, но уходит все-таки отсюда. 32.16 на 36-й минуте игры. Очень интересной, как оказалось, игры. Пишут самый скучный камбэк. PKMR True HD. Рано или поздно все само по себе. Само по себе произойдет. Да, игра сама выиграется. Сларк прыгает в Жотна. Жотн спасает себя, вешает вив, станчик и Жотн даже может уйти отсюда, если ему повезет. Да, а что повезет? Маг не добивает флеймбрейком. Как же близко было. Уходит отсюда. А вот Мага сейчас добьют флеймбрейком, я чувствую. Да, Мага нашли. Тут еще Жотн рядом бегает. А дуэлька не успел седой кинуть. 6.33 зарабатывает еще один фраг. Ну и мы видим, что имеется у него мормит масочка. Да, он сделал байбэк, поэтому денег потерял довольно много. Ну а что поделать? В результате все равно... Хороший был байбэк, да? Да, типа байбэк, в Африке байбэк, его периодически нужно делать. Это была как раз та ситуация, где его необходимо было нажимать. Ну и доминатор уже у БЗЗ есть. Можно или сап оформить. А Рошанчик-то есть. А Рошанчик это забрать. Мигают, мигают сейчас. Типа, ребят, Рошан, Рошан, Мэйдэй, Мэйдэй. И там вард, правда, сейчас закончится. 30 секунд ему осталось стоять. О, котел. 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 Ну котел с агонимом он уже более-менее какую-то пользу вносит. Да, он светиться может. Он хилит. Он хилит. Это важно. Это классно, когда у арты криты по полторы тысячи, его подхил на 300, он действительно очень важен. Да, да. С задержкой в 5 секунд. Да. За эти 5 секунд обычно 2-3 героя уже умирают от Мартретки. Или все. Или все. Ну ладно, Сларк тоже, видимо, осознал, что Марте он уже ничего сделать не может без Манки Кингбара. И вот пытается дособирать его. Не, ну вот оно. МКБ уже прилетело к Лидану. Так что уже готовы. Маг. Маг готов на кого-то прыгать. Маг прыгает на Жотма. Да, и Жотм. Очень вовремя Еул. Очень своевременный Еул. И Жотм убегает отсюда. Да, и Баншауль тонула зачем-то. А потому что Фобос поражал БКБ. Фобос. Фобос уходит отсюда. Фобоса сейчас закончили. Срезали мага за 2 удара. Просто год живой. Ну и посмотри. Кого там еще зацепили. Год, год еле живой. Уходит. 400 хитов у него остается. Там Артретка продолжает прыгать. Пытается подрезать сейчас Лила. Нападение на БЗЗ. У БЗЗ есть Абисал. У него по-прежнему есть Абисал. Вот он его роняет на голову. Или да. Но Критуля будет или нет? Где Критуля-то? Вот она, Критуля. 1500. И по Фобосу тоже минус. 3 в 1. А там еще кто-то живой. А, Кэшка. Катал. Смотри. Он живет. Смотрят на него так со стороны. На. 1525. Все. Комбэк официально закончен. По XP вперед вышли ребята из Virtus. Нормально, нормально, нормально. Ну, в принципе, вот, как бы, закинули каточку Полары, как говорится. Да, да. Немного расслабились. Вот тогда они пошли драться разрозненно. Тогда Мартретка сделала, там, один минус, второй минус, третий минус, и все. У нее появился... Да, что-то куда-то даже под хэйграунд на лезвину. У нее просто один артефакт больше. Вот она тогда наформила себе эти 2000 на башер, и все. Следующая драка, там, башек подбила, башек туда-сюда, Абисал. О, здрасте, получите, распишитесь. Все. Ну, и вот он, чуть-чуть не самый ярчайший пример того, что не надо забивать на игру, когда вы проигрываете даже очень много. Ни в коем случае не стоит говорить по всем програли. То, что не отдали стороны, как раз и играло ключевую роль вот в этом решении, ключевую роль в решении продолжать эту игру. Ну да. Потому что если бы там уже ломалась база хоть как-то, была бы вероятность. Да, если бы там когда зашли, четверых убили и сломали бы бараки, я думаю, наверное, написали бы ГГ. Да, да, да. То есть, при этом не догадываясь, да, чем это может закончиться. А так, типа, база устояла, поэтому ребята решили, ну, о чем мы будем с целыми бараками как бы вливать. Ну, вот Тараска, Тараска там, и здесь 4,5 тысячи. То есть, здесь уже Сатаник сейчас будет готов. Ух, там Скаймак. Печать, туда в печать Эзериал и догон. И ульт еще. Как больно. Такой terrible, terrible damage. Просто невероятная дамага. Ну, только в одного он может это сделать. Так, в одного, да, одному хватит этого, да. Это хватит одному. 16 левел, действительно, третий ультимейт, это, конечно, очень больно. Какая-то легионка точно не выиграет никакую дуэль с такими темпами. Так, ну что, снизу. Маг, сейчас будут у него проблемы. Маг, полетел маг. И еще раз. И приплыл. И плюс дуэль для сидухи. Да, 60 атаки. Уже Battle Fury себе, короче, надуэлил. Да, уже сносно, кстати. Уже хоть что-то. А, экзорцизм и дефить без мага. Да, кстати, у него байбэка нет. Нет, у него нет байбэка. Ну вот, глиф. А нет байбэка, потому что рецепт на БКБ куплен. А, фантастическое решение. Феноменальное решение. Да. Боже, как... Ну и это, это просто минус-мид. Там на топе, кстати, развлекается Сларк. Сларк! Иллидан! Не тот барак, Иллидан! Не тот барак! Барак! А теперь занимательная математика. Иллиданом было снесено 1100 хп. Ну, тут всего 1200 и еще на десятку армора меньше. Да. В итоге один барак бы упал, а так барак не упал. И... Очень круто начало. И вот, собственно, только-только собрал Дайдалус. На 20-й минуте у него было МКБ, а на 40-й... Следующих 20-й он собирал Дайдалус. Сами понимаете, что это беда вообще. Ну, там 5 смертей уже. Хотя фрагов тоже достаточно много. Исистов порядочное количество. Но... Да. Умирал уже. Умирал. Силен, силен. 33-22. По деньгам 5000 осталось. По экспе уже десятку выигрывают ребята из ВП. Очень все хорошо. Ну что, и что на 42-й минуте у нас будет делать дальше Витус-Про? Ну, надловить вот мага, вот тут бегает он. БЗЗ продолжает клепать. Он нашел Лила снизу и вот с одного удара убил. Ну, такая, как бы, в принципе, у БЗЗ квест уже закончился. Видите, сколько у него там денег. Он, естественно, оставляет на байбэк, чтобы после приобретения этого самого Сатаника там можно было... У него все равно кулдаун. А, нет, уже прошел кулдаун. Ну, поэтому он как раз и не закупается. Понимаете, прекрасно, что в любой момент могут понадобиться. Деньги. Ну, вот купил, 2 800, есть байбэк, все нормально. Уже баньша Фобоса даже обогнала в плане нет вонса. Ну, и Оегис надо реализовать, надо идти сейчас ломать мид. Вот, Т2, Т3. Так все, Сатаник купил. Все, можно идти ломать мид. Да, нужно идти. Снизу у нас барак упал. Правильный барак упал. Правильный. Ну, там шарят просто пацаны. Ну, и что же, Virtus.pro. Virtus.pro классические могут, в принципе, сейчас вы совершите один из самых невероятных камбэков, которые мы когда-либо наблюдали. И с такой грязи, действительно, выбраться, я не знаю, как это вообще. Котел на топе сплитпушит. Круто, молодец. Может за сплитпушить милишный барак еще раз попытаться. Глифа нету. Итак, в Мартретке задача одна. Просто нырнуть. Вот сейчас она увидит любую цель. Просто нырнуть. Вообще не вздумайте подходить. Две тысячи крит сейчас будет с половиной. Не вздумайте к ней подходить на рейндж. Вот, Батрайдер. Батрайдер. Так. Сбросили През Атакам. БКБ. Без Ази. Бить надо. У тебя же Сатаник. Закончился Аегис. Он прожимает БКБ. Сатаник. Сатаник. Нажимали эти Сатаник. Отжираться. Отжираться. Погибает. Сиеда отжирался. Да, погиб. Но сторону шнести. Сторону забрали. Сторону шнести. Все нормально. Да. Без двух сторон уже, ребята, из команды ПОР. Тут даже если сейчас все погибнут, если у них есть байбеки, то это будет того стоить. Ну, Готт на очень большом мувспиде. Ему тут почти ничего не угрожает. Ну, Жотт подставился. А Готт, а Готт, ну что ж ты делаешь? И Готт тоже погибает. Ну, вот он мог тут не умирать. Да, ему надо было пить. Я не знаю, что он остановился. Он остановился, чтобы ветра поднять. Да, он все равно погибал. Конечно, погибал. Вот, на топе сейчас, смотри. Крипы, крипы знают, какой барак надо бить. Тележка знает, какой барак надо бить. А Элидан не знает. Так, кстати, минус пять сделали в ВПП, а и вот мы идем в Готт. Ну, слишком далеко, слишком далеко. Поэтому сейчас главное отпушить линии для того, чтобы бэкдор включился. Бэкдор, ты где? Бэкдор, протекшн. Бэкдор, протекшн что-то не хочет включаться категорически. Да, все нормально. Работает. В смысле? Ну, тут значок должен быть, гореть. А, не всегда, кстати, он срабатывает. А, ну, может, когда бить уже начнут, скорее всего. Может быть. Вот, крипы сейчас уже зашли. Теперь, да, теперь... Ну, в любом случае, у Мартретки и байбек есть, поэтому она вот терпит последние, там, пару секунд. Уже телепорт даже закупил сразу лететь в случае драки. Ну, все, нет крипов. Что делать? Не зайдешь и ничего не сделаешь. Можно ударить пару раз в бараки. Фобос. Фобос знает. Фобос знает. А Глиф зачем, когда он в ветрах? Сларк прыгает. Где байбек? Вот он байбек. Пошла драка. Цепанули Седова. Седому очень больно. Седой и Седой погиб не сейчас, но Фобос тоже погиб. Фобос погиб. Вот это самое главное. И здесь также погибает у нас, скорее всего, Эллидан. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто кишки по колодцу размасывало только что. 1579 по Эллидану, причем с таким рейнджом просто вау. Слушай, говорю, мне кажется, у Мартретки есть пассивная обилка кидать саблей в кого-то на рейндж. Она сегодня мага убивала со скалы. Да, да. И вот Сларка только что, да, рубанула. Ну что, опять-таки надо идти разводить на байбеке сейчас Эллидана вместе с Фобосом, заставлять их драться, потому что без этого вообще никак и никуда. Ну, потому что сами потратили байбеки, а врага не заставить. Причем линия как раз очень удобная. Как раз нужно сейчас пушить топ, и ребята отправляются именно по верхней стороне. Там все-таки Т2 еще стоит, лишняя денежка. И вот, причем посмотри, за драку вот сейчас там выиграли 10 тысяч ВП Полар. И что? Да, и что? У них нет двух сторон. У них стоит по бараку здесь, но это такое. Ну, просто линии постоянно пушатся, вот в чем дело. То есть ты постоянно обязан... Нет, хорошо, что не стоят миличные бараки, потому что если бы стояли рейнджовые, то линии пушились бы очень сильно. А так, плюс, если бы еще и ломались там сами по себе. Да. И сами бы по себе ломались. Так, ну вот что тут у нас на топе. На топе у нас пока год D. Год знает, что не нужно подставляться. Нужно играть очень осторожно. Правильно, Сергей Брегин? Конечно. Сильный-стильный молодежь. Или там по личному скиллу выступает? Ну что? Нормально. Вот он, Рошан. Скоро появится. Уже тусуется возле него БЗЗ. Он понимает, что ему этот Аегис крайне нужен. Осталось буквально несколько секунд дождаться. И здесь будет драка. Здесь на Рошане точно будет драка. Возможно, одна из последних драк этого матча вообще. Да, кстати. Потому что если вдруг у Virtus.pro Classic что-то пойдет не так, они проиграют. Потому что бэйбэков нет ни у кого. Что, пошел Смоук. Смотрим. Там тоже Смоук. И кто первый спалит? Первый палит Фобоса. БЗЗ успел на сайт. И тут же сбрасывает. Тут же сбрасывает. И БЗЗ. Стан Фобоса. И минус Фобос. И минус Макс сейчас должен быть. Хотя Маку подет. Ну, кстати, там года убили. Ну, на годы на самом деле не так уж и важен этот год. Потому что основная боевая мощь, конечно, Фантомка. Вот бэйбэк к Темпларке сейчас очень решает. А года две минуты не будет. Если отдадут БЗЗ. Вот, БЗЗ. Убежать. Хорошо БЗЗ успел сделать блинкаут. Поэтому не попадает под раздачу. Йол, увел на себя прицел от БЗЗ. Очень хорошо получилось. То, что на него повелись. Ну, и это минус. БЗЗ есть вайбэк? Лол. У них все кулдауны. Они же просто драки делали. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ГГ. Нет, еще не ГГ. Да ГГ. Ну, блин. 100 секунд без двух главных героев. Это минус вся база. Их поймали глупо. Жот пытается уйти. Фобос его забирает. Тоже нет вайбэка. Ну и что? Т3, Т4. Ну, если они сейчас тут будут с крипами воевать, это... Ну, просто надо идти на Т4. Сразу там его можно бить. Почему на него не пойти? Крипов нет. Крипы на базе. Ты понял, в чем вся грязь? Я понял, да. Крипы у них на базе. Крипы у них на базе просто воюют. И они не понимают... Блин, и как... Блин, и вот сейчас получается, что ВП таки переживут вот эту. Да, 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 да. За счет вот того, что линия были скушены. Чувак, это просто заби... Рейнджовый барак. Рейнджовый барак. Вот он, вот он. Проклятый рейнджовый барак. Как работает-то, а? Да, линии запушены. Ну, там Элдер Титан, правда, погиб. Че ты там делал, Элдер Титан? Че ты хотел кому доказать? В результате сиди еще 80 секунд в таверне. Пацаны будут без тебя сейчас 30 секунд отбиваться. Ну, цирк, ну зачем? Кто это был? Я его запомню. Знаешь, они успеют. Они успеют, по-моему... Не, за 30 секунд одну сторону. Одну сторону они успеют забрать. Они параллельно на две пошли. Фобос будет нести топ, мид будет нести и лидан. Глифа нету. Пока бэкдор работает. Бэкдор Протекшн 10 секунд осталось. Там рейнджовый на топе стоял его Фобос быстренько. Сквозь бэкдор пробил. Там три удара надо было дать. А тут, мы видим, не пробивается. Ну, сейчас только крипы зайдут. Вот, зашли крипы. Да, да, да. И у нас минус две стороны также от ВПП. Надо вниз идти. Ну, вот 5 секунд остается до Мартретки. И главное сейчас не расслабиться. Так, вот, пошел ВИФ. Мартретка уже здесь. Мартретка уже пошла драться. Две стороны. Опять же, две на две стороны. Как бы нормально. Одни жили без двух сторон. И эти прожилы. Вторые прожилы, да. Ну что, Мартретка 3 400. Опять-таки, вот этот кулдаун на байбэк. У него мог закончить игру. Чистое минуты у него будет новый байбэк. Ну, то есть, готов уже будет байбэк. 43 27 на 50-й минуте. Ну и что же? Да, вот именно что же. Атаку! ВП! ВП просто в атаку идут. И будут своих тиммейтов. Не надо забывать то, что есть Оега. А самое главное, что сейчас начнется, начнет играть группа C в Counter-Strike. И тут будет очень шумно. Поэтому надо, чтобы эти ребята доиграли побыстрее. Чтобы сейчас вот Virtus.pro выиграли 2-0. А полары там по лузерам как-то доберутся. Ну, чтобы у нас не была третья решающая интересная игра между этими командами под шум кайсеров. Тоже правильно. Вот, все, изи. Не, вообще полары по лузерам доберутся. Я вот то, что показали Тинкера и Финны в первых сегодняшних матчах дня, это какая-то беда печаль. Совсем беда печаль. Ну, все же там была Best of One серия. Ну, типа да. У Тинкера, у них вообще проклятие. В первой игре мы не знаем, что мы делаем. Мы не знаем, берем каких героев. Мы не знаем, как им играть. И что на них нужно собирать. Я говорю про Некрофоса с догоном первым артефактом. Не, ну там их уже в Твиттере очень плотно троллили. Типа, вау, Луна вместе с Квапойни заехали. Это как вообще-то? Не, ну задумка была ясна. Не получилось исполнение. Конкретно не получилось исполнение. Да, Бетрайдер, тем не менее, собирается и рефрешер. 52-ая минута матча у нас идет. Безе-зе, Безе-зе. Не лезь наражен. Вот эти вот прыжки на крипов там, конечно. Не, ну хотя там тиммейты были не так уж и далеко. Пайбэк через 30 секунд у него будет доступен. Ну, 30 секунд. И они в бочину сейчас пойдут поларом. Кстати, этого могут совсем не ожидать. Этого могут совсем не ожидать сейчас полары. Так, привет, котл. Котла подняли. Сларк прыгает. Сларк тут же уходит. Прыгнул маг. Маг, скорее всего, сейчас погибнет. Да, мага развалила. И Фобоса будут разваливать. Ииии, Фобос дуэли. А Фобос один в один дерется. Там решили пока Фобоса закрыть. Фобос. Безе-зе убили. Безе-зе убили. У него есть байбэк. Через две. Одну будет байбэк. Вот он байбэк пошел. Там год продолжает духами сжирать. Духи просто сожрали всех. Да. Тут, правда, у нас также выкупилась... Грейв будет. У Грейв уже есть. Да, и до этого выкупился Фобос. Грейв уже есть, поэтому Седой вот так и быкует. Он байтит на себя сейчас Фобоса для того, чтобы... У нас не выкупился. Фобос не умер, извините. Он у Аегис был, да. То есть он появился с Аегой. И вот его котел возвращает обратно на базу. Итак, что в общем в сухом остатке, что мы имеем? А ничего мы не имеем абсолютно. То, что байбэк опять потратила Фантомка. Все. Да, вот это самый главный минус, то, что действительно был байбэк от Фантом Ассасин. Потому что тут по деньгам, по опыту прекрасно понятно, что уже ничего давно не решает. Да там и разницы почти никакой не было. Ну и нужно отпушить топ. И Фантомка уже там. Там уже по 1700. С Battle Fury вот как раз БФ в данной ситуации выбрасывать и не стоит. Зачастую, когда у тебя уже 6 лотов, ты избавляешься именно от Battle Fury. Потому что, ну, он кроме демеджа и там сплэша ничего не дает, а сплэш там... Так а может все-таки взять сейчас рапирочку-то? Рапирочку? Ну вот он скорее всего и возьмет. Да, скорее всего он и возьмет сейчас рапирочку. Вряд ли же он будет собирать себе Дайдалус. Не, ну может быть и Дайдалус? Не, не, не. Это... Либо это будет... Ой, 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 БЗЗ. Опасная ситуация. Видят Фобоса. И отпрыгивает Лин. Фобос БКБ. БЗЗ, Станчик. Обисал. И это будет минус Фобос, скорее всего. И Фобос без Байбека. Фобос без Байбека. Как такая критуля только что слетела сочная. Фобос. Будет прыгать. Мак цепляет БЗЗ. А вот теперь интересно. Ой, 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 БЗЗ. Шелок Рейфт на него кинули. Есть Сатаник. Нужно прыгать. Один удар. Один удар в кого-то дать. И он будет фуловый. И уходит. Пока убегает. Все живы. В итоге такая драка была, что все живы остались. Тут пошел Фарк, дальше ныряет. Прыгаешь. Сатаник убил. Прыгнул. Сатаник убил. Так ты ж. Заказываешь. Фулл ХП. Моментально. Один удар. Коттл. И привет, Коттл. Тоже отправляется в таверну. Реально фулл ХП с одного удара восстановил себе. Так и было. Желкий. Как и заказывали. Да, Рошан нам подсказывает, что через 6 минут появится. Ну, как раз вот ровно на 60-й минуте игры появится Рошанчик. Блин, какой охренительный матч-то получается. Несмотря на ужасно скучное начало игры. Ну, скучное, потому что слишком одностороннее. Да, слишком одностороннее. Но вот сейчас, когда тут уже там 77 фрагов за 54 минуты, то в принципе игра выглядит весьма неплохо с этими камбэками. Очень даже веселой. Да, 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 да. Ну и вот, пошли в атаку сейчас. ВП будут заставлять делать байбэки. Надо заставлять делать сларка, котла, кого угодно. Ну, котла байбэка нет. Он только что делал его минуту назад. Точнее, две, да. И сларк 35 секунд это много. То есть забрать милишный, а по-любому можно. Проблема в том, что на топе стоит Т2. Нельзя забрать третью сторону сейчас вообще никак. Ну, поэтому странное решение было пойти сюда. Они просто дотесут оба. Да, да, да. Чтобы уравнять шансы, скажем так. Да, да, да. Они просто сейчас... Ну и Т4 можно даже постараться похарасить. Навязать хорошую драку на Т4. Вот. Вот, вот, вот. Идет, идет сейчас год домашний Т4 вышечку. Очень сильно пробивает. 12 секунд с ларкой не будет. За 12 секунд Т4 исчезнет. Да, пошел в лифт. И уходят. Уходят, уходят. Не хотят заманиваться. Все верно. Все абсолютно верно. Абсолютно верно. Покарновато. О, боже. У нас тут человек-банан. Это человек... Блин, на снатуре человек-банан, у которого вместо рук лайки из фейсбука вот эти два. О, боже. Жесть. Чувак в костюме-банана. Короче... Просто чувак в костюме-банана. Приехал на DreamHack с Сашкой. Да, да. С туристом. Трецклоск, да. Не знал, как проникнуть и оделся в костюм банана. Банан. В первый попавшийся под руку в костюм. Да, да, да. Ну что, 56-ая минута этой игры идет. Двух сторон нету ВП, двух сторон нету ВП Полар. Ну, шансы, если не сказать, равны, то я не знаю, как еще можно сказать. Ну, тут все может за один удар какой-то решиться. За простой один удар. Да, мы видели. Да. Сларка вот там он. Шлеп и нет Сларка. Был Сларк и нет Сларка. Через три минуты бай-бай куба ЗЗ. Сразу шубу. Деньги на рапиру у него будет раньше. Сларка на шубу сразу пустили. Там реально так и выглядело. Да, у нас только паузы сейчас не хватало. Да, 133 пин, 32 пакета потери. Ну, это бывает иногда такое. Причем везде, на всех регионах. Это просто... Проглюк, проглюк. Да, да, да. Гол. Стратана Интернешнл. Прыгнул, Сатаник убил. Ну, так ведь и было. Как я сказал, прыгнул, Сатаник убил. Четко панул. Вот. С одного удара причем. Итак. Да, пока что видим, что у Поллеров пыл поубавился. Значительно поубавился. Ну, а классический Виртуз Класс. Время, год. Нельзя погибать ни в коем случае. Тут же Сидой сбрасывает. Да, да, да. Брадает Сидух. Все правильно делает. Я, кстати, включу вообще. Что-то у тебя байбаки включены, а у меня нет. Я уже по привычке. Опять пин говорит год. Ну, и будем надеяться, что это несерьезный какие-то проблем. Да, нет, нет. Not the major problem. Может, Вольво болеют за кого-то просто и поэтому игру роняют? Хотя тут пока еще рано говорить, что кто-то тотально выигрывает. Тут вообще не ясно, у кого тут сейчас ситуация лучше. Ну, лучше, определенно, вот я тебе могу сказать, что лучше ситуация у Поллера. Потому что у них нет кулдаунов на байбеках ни у Сларка, ни у Темпларки. И байбеки есть. То есть даже в случае провального замеса они все равно будут в строю. Да, но если погибает БЗЗ, то, скорее всего, это гудгей. Вот, да. Без БЗЗ это 100% ГГ. Фантомка, она показывала, что без нее команда не нашла. Там разных там регионов каких-то. Хотя там кулдаун 15 секунд. Мы уже видели, что Даззл чуть ли не три раза успевал Шелло Грейв за драку кинуть. Но главное, на правильных героев. На такой Лева, смотри, на КСеров. На КСеров. У кого-то талисман. Такие глазки. ОЛДЛС. Ну что, looks cool. Говорит, год. Поехали. Ответил Жотом. И Г, Г. Продолжается у нас эта игра. Напомню, что это всего-навсего вторая игра серии. И если выиграть ПП Поллар, то будет и третья. Лил, Хекс, бежать. Не попадает. Все, ну, как надо делал. Да, то есть прыгнуть. Ancient Seal. Прыгнул Сатаник, не убил. Не, ну тут, кстати, Лилу тут забей. Ты смотри. Блинк, Ancient Seal, Конкасси, Эзериал, Мистик Флэр, Хекс и Дагон. И это все надо успеть еще. У него 6 слотов, все юзабельные. Плюс 4 скилла, и все юзабельные. И Мидасом по щекам так потом в конце. Да, и у нас начали лагать сервера. Спасибо вам Скору за это. Ну и пишет ФНГ, что looks like we can't play. Ой, не надо, ребята, не надо. Нет, фиксили же недавно лоды. Фиксили, фиксили, да. Фиксили систему лодов, фиксили счетчики на БКБ, фиксили выходы крипов, счетчики Рошана. Был патч, именно посвященный фиксам реплеев. Спрашивает ФНГ, вы уверены, что это не ДДО? Да, за ДДОсти, DreamHack, давай. Удачи. У них там 50-гигабитный канал, вы можете видеть на весь мир и будет ДДО-сеть. Больше, больше. Просто пролаги маленькие, просто маленькие пролаги. Ну что, продолжаем наблюдать за игрой. Слеп-паузы отпушивает линию здесь этот Коттл. Коттл, кстати, тоже купил The Real Blade. Но Коттл вообще очень полезный герой в этой ситуации. Нет, Эзериалы сейчас будут хороши. По одной простой причине, можно будет сейвить от Фантомки людей. Да. Ты можешь сейвить и Сларка, и Темпларку. Темпларку в прошлом замесе, например, сейвили тогда, да. Она там выживала на ЛОХП. Благодаря этому, в принципе, она там и выжила. Так что, вообще, Эзериалы вещь неплохая при данных обстоятельствах. Двадцать пятый левел, понятное дело, у Фобос. Тут двадцать пятых левелов вообще у нас уже много. Вот только Дазл еще выше двадцатого не прыгнул, но ему осталось... Такое. Не суть важная. Двадцатый левел у Дазла. Ну и минута остается ПА до байбэка, собственно... А минута пятьдесят до Рошан. Да, да, да. Ну, значит, получается, у нас все будут при байбэках, все будут играть, драться на полную. Ну, следующая драка, я так понимаю, да. На Рошане нас ждет следующая супер-супер битва. Так и есть. Да, ну что, Рапиру будет Беззачка покупать перед замесом на Рошанке или нет? Потому что денег у него уже три-четыреста. Ну, туда у него не будет байбэка. Вот, я бы оставил на байбэк. Не, просто типа... Не, байбэк нужен точно, стопудово нужен байбэк, потому что мало ли что произойдет. Рапира — это дело такое, там опять-таки... Ну, тут разницы от того, что тебя будет открыть там тысячу семьсот или там две с половиной, особо нет. Потому что ты что так лицо оторвал, что так лицо оторвал. Не, ну, конечно, разница есть, и она как бы неплохая, но по большому счету, я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Что так страшно, что так страшно. Все, начинается стояние на Рошане. 58 минут игры за нами. Ну, и отпушить надо на топе линию, кстати. Ой-ой-ой, здесь Мака. У Мака, кстати, рефрешер. Мак прыгает, Йола, сбрасывает Хекс. Йол, мой, как больно, Йола. Бочка была просто офигенная. И пошел врыв. Мак вверяет дальше. Мака очень быстро срезает. Мак, кажется, живет туда. Проблема у Седого. Седого как раз подгрейвили. Седой с Фобосом. Пвп. Стан. Фобос. Фобос очень больно. Минус Фобос. Минус Фобос. Байбэк есть, сейчас умрет ФНГ. Минус сейчас будут всех здесь. Минус будет сейчас и Котел, и все остальные. Мак едва битый. Ну, там байбэк сделал Фобос. Фобос пока нет драки. Фобоса еще очень долго не будет. Он на базе. Он просто на базе. Ну, и он пешком только может прийти. Да, да, да. И без двух саппортов оказались сейчас ВП Полар и у Фобоса. А теперь ситуация намного хуже у ВП Полар. Конечно. Потому что у Фобоса кулдал на байбэк. И там просто базу еще ломают наверху ребятам из Virtus.pro. Поэтому отправляется как раз на эту базу сейчас год отпушивать в сторону. Ну, а Aegis будут. Ну, а Aegis будут. Ну, а Aegis будут. Да. И Рати. Купить Рапиру. А нет, подожди. А куда он туда ложится? Курьера Демонеджа выложил. Нет, не в Курьера. А он его просто на землю положил, да? Куда он ее делал? Он не продал? Походу, продал. Ну, типа 300 сразу. Ну, походу, а куда же он его еще? Ну, походу, продал, да. Других вариантов я тут не вижу. Странно. Может, ему пацаны, знаешь, так, по коленке его кто-то погладил? Говорит, типа... Может, не-не-не-не, вложил в Седова. В Седова вложил? В Седова вложил? Да, в Седова. А, точнее. Ну, надо Рапиру купить. Оруженосец. Надо пойти вместо Battle Fury купить Рапиру уже. Седой оруженосец. Кстати, он едва не поймал только что Сларка. Да. Почему BZZ не пойдет не продать бутерфля, не купить Рапир? Раз уж такая дискотека. Че там, че там этот демонедж делает? А Battle Fury ты имеешь в виду? Да, продать бф. Ну, вот, идет в магазин. Знаешь, скорее всего... Да иди в магазин продавай, давай, будь мужиком! Ну же, ну же, ну же, ну же. БZZ-шечка. Два раза его убить тяжело будет саданник. Да, конечно, конечно. Его будет нереально тяжело убить. Причем там Аджор уже и с выключенным саданником будет просто, ну, катастрофический. Конечно. У него сейчас 350 демеджа. Вот на данный момент. Ну и вы понимаете, что как только появится Рапира, то этот чувак будет очень сильно, очень часто ваншотить, скажем так. Еще 584 криты. Так, я тут пока... Идут на последние Т2 Tower в ВП? У них есть запас прочности. Это Байбеки и это Аэгис. И это Сыр. Сыр у кого? Сыр у Седова. Так, ну зачем ультимейт здесь? Ну, очень быстро дойдут, как бы без разницы, на самом деле. Вот, он уже, я считаю, на базе. Ну что? Мега Крипов пытается сделать ВП. Глиф есть, его надо бы юзнуть. Год пытается... Глиф визают. Рефрешера у мага нет. Маг прыгает. Кого он там поймал? Мага очень быстро по улице ему отрезали. Выловил он Года. У Года есть и улду. Года! Года убивают! Год Байбек тут же и надо уходить. И Тревелла хочет купить денег, но Тревелла не хватает. Седой сыр прожал. Вот Тревелла теперь есть. Сейчас прилетит Год. Седой. Запрыгнул БЗЗ. БЗЗ теряет Аэгис моментально. Вот, потерял уже Аэгис. И второй раз его тоже здесь убьют. Так же, как и Йола, скорее всего. БЗЗ, там рефрешер. Хорош, маг, рефреш. Отлично. Маг сыграл просто офигительно в этом игровом эпизоде. Ну и смотри, там проблемы пока что у Фубаса, но нет. Тут Год остается один. Год остается один. Проблема пока только у него. БКБ для того, чтобы скинуть в себя замедление. Там его видели, он под вардами убегал. Поэтому продолжение не будет прекращаться. Безусловно. Да, и это минус Год. Это минус Сею. Года нет Вайбека. БЗЗ выкупился зачем-то. Ну и вот он Год. Который 123 секунды будет сидеть на верх. Потому что выкупился, потому что нужно отпушивать сейчас стороны. Боже, зачем они это сделали? Окей, забрали Года, далеко убили. Уйдите. Зачем БЗЗ прыгать на хайграунд? Просто уйдите. У Года есть Вайбек. Сделает Вайбек, вернется. Все будет хорошо. Но мы видим, не решаются они так сделать. И в итоге опять у ВП огромные проблемы. Ну вот и БЗЗ сейчас бегает. Например, у него остался слот. Ну пойди ты, у тебя 3800. Иди, купи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто. БЗЗ в миде с кем-то пообщался. Лицесрыватель. Да, БЗЗ. И еще один лицесрыватель. Зерил знает, что может спрятаться и время выиграть. Да, время он выигрывает как раз. Там Варта стоит на хайграунде. Сейчас так можно плотно в лицо-то надавать. Хекс. БЗЗ. И это ГУДГейм. Это ГГ. Все. Вот тут ГУДГейм. Тут уже понятное дело, что ВП Полар не простят. И ВП Полар таки сравнивают счет в этой серии. Жесть, конечно, игра. Да. ВП не смогли сделать этот камбэк невероятный. Ну они смогли его сделать. Не смогли довести до ума. Скажем так. И нас ждет третья игра в серии. Да, именно так, друзья. Ну блин. Опять-таки детские ошибки получались. Так, Сидой. Дерется. Сидой, кстати, 132 демэджа уже наворовался. Более-менее неплохо. Я вот что думаю. А если бы он прыгнул на Скаймага? У него вот здесь стоял вард. Вот тут стоял вард. Ну если бы он Скаймага убил, то... Потому что у него был обисал, вроде бы он не был в кулдауне. То есть вот этот момент надо посмотреть. То есть он мог просто тупо прыгнуть и... Типа заобисались. И развалить ему калитку. Там не было бы ни фикса, ни мистикплеера, ничего. Ну то есть, ладно. Это такой для размышления немного мыслей. Ну что ж. Третья решающая карта между ВП-ВП. Уже совсем скоро должна пойти начаться. Да, ну будет 5-7 минут паузы. Опять-таки по расписанию. 25 минут назад должен был начаться... Еще один быстрый стрим. Да, следующий уже матч. Но расписание DreamHack'и составлять не умеет. Поэтому сегодня будут бешеные дилеи. Опять-таки готовьтесь к очень позднему ночному стриму. Ну и вот нам показывают Фобоса. Показывает Иллидана. Ну и вот видим, уходит пообщаться Виртуза. Маленькая пауза. И мы вернемся, я думаю, через 5 минут. Тоже отдохнем. Быстренько перегруппируем свои силы, что ли. Да, в общем, далеко не разбегайтесь.